Приветствую вас на канале Инфобум. Тут вы найдете много интересного, спортивного, сенсационного и будоражащего контента. Обязательно подпишитесь и поставьте лайк, а также оставляйте комментарии. Приятного вам просмотра. Скончался петербургский актер Дмитрий Бульба. Актер Дмитрий Бульба умер в Санкт-Петербурге на 54 году жизни, сообщил в Фейсбуке городской театр-мастерская. Широкой публике он был известен по эпизодическим ролям в криминальных сериалах. Он родился в 1966 году в Ленинграде, окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, курс Аркадия Кацемана, служил в городском театре юных зрителей и театре на Литейном. В 1990 году дебютировал в кино, снявшись в фильме Чернов Сергея Юрского. Играл эпизодические роли в 21 сериале и фильме, в том числе в «Ментовских войнах» и «Улице разбитых фонарей», однако признание ему принесли спектакли «Преступление и наказание» по роману Достоевского в «Тюзе», где он играл Свидригайлова, и лез по пьесе Островского в театре на Литейном, где он играл несчастливца Ева. С начала 2000-х Бульба почти перестала играть. Он был дарование невероятного масштаба, приговоренный не реализоваться, написал у себя в Фейсбуке заместитель художественного руководителя театра нации Роман Должанский. Видел его две роли, Свидригайлов и несчастливцев. Раза два или три даже выпивал с ним, черт, жизнь уже оказалась длинной. Гениальный актер, не выдержавший жизни. Дарование невероятного масштаба, приговоренные не реализоваться. Эх, вот сейчас бы они с девочинка. Несправедливо, коротко неправильно. Кто виноват, сам, они, мы, но книги жалоб нет все равно. Вот так, значит, да для молодежи это митибульба. В такие минуты начинаешь думать предельно глупую мысль, почему, ну почему какие-то злокачественные бездари живут и живут припеваючи, разрушая культуру и гадя талантом, а поцелованные богом посланники неба мучаются и исчезают. Идиотский вопрос, да, но как отвертеться от него? Субтитры сделал DimaTorzok